на этом занятии вы узнаете что такое дефекты как их можно классифицировать расскажу вам о важности локализации дефекта то есть разобраться как зачем и почему он воспроизводится и важности документирования дефект первонаперво что такое дефект дефект от несоответствия продукции заявленным требованием ожидаем от программного обеспечения то есть если у вас есть спецификации или широко известный факт что программное обеспечение должно выполнять некую функцию соответствует требованиям и эти требования программное обеспечение не выполняет собственно это и есть дефект простонародие баг ошибка. Можно по-всячески называть, как вам удобно. Хочется сразу еще раз напомнить, повторюсь, я буду каждое занятие, наверное, говорить о том, что тестирование — это не поиск дефектов. Тестирование — это процесс исследования программного обеспечения с целью получения информации о качестве продукта, то есть о той степени соответствия требованиям. Мы хотим узнать, как себя программное обеспечение ведет, так как задумано или иначе. Собственно, давайте попробуем классифицировать. Рассмотрим основные типы дефектов программного обеспечения. Первый тип — это функциональные ошибки, то есть когда программное обеспечение работает не так, как задумано. Примерами функциональных ошибок могут являться следующие. Не сохраняются изменения в данных профиле, то есть у вас есть какой-то там личный кабинет, вы хотите сохранить там дату рождения, имя, фамилию, возможно, какой-то комментарий о себе, а он не сохраняется. Вот воля судьи — функциональная ошибка. Или не работает добавление комментария, не работает удаление товара из корзины, если у нас, предположим, какой-то интернет-магазин. Или просто не работает поиск. То есть мы вбиваем что-то в поиск. Он не ищет вообще ничего. Привет. Присаживайся. Это примеры функциональных ошибок. Следующий тип, который мы рассмотрим, — это ошибки визуальные, то есть когда программное обеспечение выглядит не так, как задумано. Самое простое для человеческого глаза и довольно-таки сложное для машины. То есть отлавливать функциональные ошибки, программное обеспечение, именуемое в простонародье автотестами, способно. И достаточно много инструментов для этого, а вот с визуальными ошибками несколько сложнее. Примерами визуальных ошибок могут являться, там, например, текст, вылезающий за границы поля, или элемент управления сайта, наслаивается на ниже стоящий элемент, либо вовсе не отображается картинка. Кстати, по поводу последнего. Очень аккуратно нужно быть. Современные браузеры очень часто при отсутствующей или там битой картинке не выводят, ну, как скажем, ровным счетом ничего, и создается впечатление, что на этом месте картинки быть и не должно. То есть если раньше условно выглядело это следующим образом, там, в каком-нибудь интернет-эксплорере, вводилась такая рамочка с крестиком, и здесь выводилось альт-сообщение, то есть как раз HTML-ный тег, который позволял дать картинке альтернативное название на тот случай, если картинки отключены или картинка по какой-то причине не отображается, то современные браузеры вам ничего такого не покажут, и вы можете просто не заметить, что здесь должна была быть картинка, а ее нет. Поэтому для того, чтобы искать визуальные ошибки, очень часто требуется в идеальном случае макет, то есть от дизайнера составлена верстка страницы, где можно посмотреть, где какие элементы расположены, где там закругление, где не закругление у каких-то элементов, либо использовать кросс-браузерность. Возможно, на старых браузерах вы как раз и увидите вот такое поведение, которое подскажет, что картинка отсутствует. Следующий тип дефектов, который мы рассмотрим, это логические ошибки. То есть программное обеспечение работает не так, как задумано. Очень похоже на функциональные ошибки, но по примерам, которые я сейчас приведу, я думаю, вы почувствуете разницу. Например, можно поставить дату рождения в будущем или на 30 февраля, 31 апреля и подобные несуществующие даты или заведомо некорректные с точки зрения логики. То есть с точки зрения функционала все прекрасно работает, можно выставить себе дату рождения в 2025 году, но с точки зрения логики это некорректно. Можно сделать заказ, не указав адрес доставки. Ну, действительно, бывают там интернет-магазины, предположим, где адрес доставки уточняет оператор, когда набирает вам по телефону и подтверждает то, что действительно просит у вас подтверждение оформления заказа. Но, как правило, среднестатистический интернет-магазин все-таки предоставляет возможность указать адрес в процессе оформления заказа. Если этот адрес по какой-то причине необязателен, то следует указать об ошибке, иначе есть риск логистических потерь или каких-то затруднений при обработке заявок на подобные заказы. Ну, или третий пример — это неверная работа логики поиска. То есть в некотором роде мы с подобного рода ошибкой столкнулись на прошлом занятии, когда рассматривали поиск по персонам на афише mail.ru. Когда, помните, мы вводили там джеки, и нам выдавалась поисковая выдача, не типизированная по персонам, по звездам. Это может быть ошибкой именно с точки зрения логики. Следующий тип ошибки. Важно, кстати, помнить, что, в принципе, очень часто вы будете встречаться с дефектами, которые строго не типизированы. То есть, предположим, у вас и кнопка выглядит некорректно, и она не работает одновременно. Или там и функционал не работает, и логика не работает. То есть это нечеткая типизация, ну, как скажем, любой баг, который вы найдете, нельзя абсолютно строго сказать, что он только к одному из этих типов, к которому мы сегодня рассматриваем, относится. Это может быть какая-то комбинация. Следующий тип дефектов — это ошибки контента. Ну, к слову говоря, несмотря на то, что мы с вами в качестве проектов, над которыми ведется работа по тестированию, используем так называемые контентные проекты, там мы, в принципе, должны в меньшей степени обращать внимание на ошибки подобного рода. Мы все-таки больше заинтересованы там на отлов функциональных, визуальных, логических ошибок. Ошибки контента в качестве примеров, например, конвертация валют идет по некорректному курсу. Ну, скажем, у вас есть какой-то продукт, там, не знаю, кредитный калькулятор или еще что-то, и волею судеб кто-то в админке, человеческий фактор, указал некорректный курс. Функционал отрабатывает корректно, действительно там умножает на число, указанное в курсе, но, предположим, само значение курса указано некорректно. Там стоит 20 рублей. Кто-то решил помечтать, что доллар столько стоит. Сюда же относятся орфографические или пунктационные ошибки. То есть, если представить себе, что вы тестируете какой-то продукт, где, не знаю, домашняя страничка какого-нибудь там, я не знаю, бизнесмена или там, не знаю, страничка какого-то автосервиса, там на контент нужно обращать внимание, он должен быть грамотным и следовать законам буквы русского языка. Картинка товара не соответствует карточке товара. Такое тоже можно встретить, если вы будете тестировать какой-то интернет-магазин или подобные вещи. Нередко сталкиваемся с таким, что происходит, опять же, ошибка по вине чаще всего простого контент-менеджера, человека, который, ну, волею судеб залил не ту картинку. Сюда же, по большому счету, можно отнести ошибки локализации. Вообще они, в принципе, как бы отдельным фронтом идут, но можно рассмотреть их и в рамках ошибки контента. Важно помнить, что, когда вы тестируете тот или иной продукт, пользователем этого продукта является не стопроцентный гик, фанат просмотра фильмов в оригинале, и искусно владеющий Google Translate или, на худой конец, собственным мозгом. Конечно, хочется, чтобы наоборот было. И если вы видите сообщение при попытке зарегистрироваться инвалид-пассворд, то, поверьте мне на слово, ни один десяток, ни одна сотня, ни одна тысяча пользователей задастся вопросом, что же значит инвалид-пассворд. То есть у меня нередко происходили диалоги с моей мамой, когда она мне набирает и говорит, я тут что-то в интернете делаю, а он мне, значит, что-то пишет. И начинается там. Apache, Injinx и так далее. Мы сейчас рассмотрим в том числе и подобного рода вещи. Хорошо, если человек, в принципе, хоть как-то владеет английским языком, французским, немецким, он хотя бы приблизительно прочитать сможет. А если он вообще не владеет, то это создаст серьезные проблемы для работы с вашим продуктом. Поэтому обращайте на это внимание. очень часто бывает, что тестировщики, ну как скажем, пишут там 502 bad gateway, ну и бог с ним. Как-то обработать эту ошибку, что-нибудь симпатичное выдать, не всегда задумывается. Следующий тип дефектов — это ошибки удобства использования. То есть, когда программное обеспечение работает не настолько удобно, как это требует функционал. Ну, например, отсутствие подсветки или текста ошибки при некорректно заполненных полях. Очень часто такое бывает. Вы заполняете формочку там из 10 полей, нажимаете создать, а вам такой вот один большой вот наверху коммент, типа «Вы что-то сделали не так». И начинается разбирательство, где же я что сделал не так. Особенно плохо это, если идет вкупе со вторым вариантом — сброс значений заполненных полей при некорректной попытке регистрации. Я думаю, каждый из вас встречался 10 нереальных полей, вы что-то заполняете, заполняете, заполняете. Он говорит, ошибка и стирает все данные. И пользователь остается в такой вот растерянности, а где же я ввел что-то неправильное, почему исчезло все. Ну, и третий пример подобной ошибки — это перегруженный интерфейс, например, чрезмерное количество однотипных точек входа. Как помните, мы рассматривали на примере Carus Mail.ru, когда у нас на одной странице было три, по сути, идентичных точки перехода к началу оформления заявки на продажу автомобиля, объявления. Это не очень хорошо. Мы, в принципе, стараемся в нашей обычной жизни использовать одну дверь для того, чтобы попасть в некое помещение, там пару окошечек, а не делать там 10 одинаковых дверей, которые введут в одинаковый коридор. Собственно, с продуктом следует делать аналогичным образом. И следующий тип, завершающий на сегодня, это ошибки безопасности. тут, ну, к сожалению, волю судеб я не знал, что у вас из вариантов предметов этот курс, посвященный ошибкам безопасности и вообще безопасности, как таковой в IT, вычеркнут, поэтому мы слегка лишь затронем, сказав, что, ну, вот, примерами являются там XSS-уязвимости, SQL-инъекции, это ошибки безопасности, которые могут затронуть пользовательские данные, привести к падению или неуправляемому поведению системы. Они являются, наверное, самыми неприятными и, тем не менее, самыми сложными для нахождения. То есть, такой вариант ошибок тоже существует. Итого, общий список представляет из себя следующие функциональные ошибки, визуальные ошибки, логические ошибки контента, ошибки удобства использования и ошибки безопасности. Это основные типы дефектов, с которыми вы будете сталкиваться максимально часто в рамках этого курса, в рамках тех заданий, которые вы будете выполнять на своих проектах. Собственно, найти дефект — это не что. самое главное — это его локализация. То есть, после того, как вы обнаружили дефект, кричать с радостными глазами и улыбкой на лице «Ха-ха-ха, я нашел дефект!» это неправильно. После того, как вы нашли дефект, вы должны тщательно его изучить. Если у вас, например, веб-проект, вы должны понять, он имеет браузерную зависимость или не имеет. То есть, воспроизводится он исключительно в том браузере, на котором вы наткнулись, на него, либо он распространяет свои действия на ряд других. Нередко бывают такие дефекты, которые возникают в каких-то непередаваемых сочетаниях. Там, я не знаю, пятый Safari, седьмой интернет-эксплорер и третий Firefox. Вот там бак воспроизводится, во всех остальных местах не воспроизводится. То есть, обращать на такие моменты внимание. Если у вас браузерной зависимости нет, тем не менее, необходимо задокументировать и чутко рассказать о дефекте, который вы нашли. Как же это сделать? Давайте про это тоже поговорим сегодня. Нашли различные, так скажем, атрибуты воспроизведения дефекта, то есть разобрались, как его воспроизвести. Можете условно подойти к разработчику и показать ему на пальцах, как воспроизвести тот или иной дефект. Но волей судеб время и ваше, и время разработчика оно не безграничное, поэтому следует дефекты документировать. Делается это по нескольким весьма очевидным причинам. В первую очередь, это чтобы не забыть, потому что если вы будете прибегать в разработчика с каждым дефектом, который вы будете находить, он, соответственно, в режиме реального времени исправлять их физически просто не сможет. Он скажет, «Хорошо, поставь его в багтрекер, там запиши на листочке, оставь мне его, чуть позже я им займусь». И в зависимости от этапа разработки программного обеспечения, вы можете находить дефектов больше, чем он может исправить за единицу времени. Поэтому их нужно где-то как-то складировать. Это позволит разработчику иметь возможность исправлять конкретные проблемы. То есть, предположим, вам пришла задача на тестирование, вы нашли в ходе исследования продукта 20 дефектов, поставили их, пришел менеджер проекта, просмотрел все 20 дефектов и сказал, что вот эти 10 мы исправляем в рамках этого релиза, вот эти 7 исправляем в рамках следующего релиза, они менее критичны, а вот эти 3 считаем, что они вообще не дефекты и спокойно мы их закрываем. Архи важно, архи важно. Когда вот мы дойдем еще до лекции, где будем вести бактрекинг, я это еще повторюсь, но просто чтобы у вас уже было в голове, если вы нашли дефект, обязательно документируйте и обязательно старайтесь максимум коммуникаций, которые связаны с этим дефектом, хранить внутри этого дефекта. То есть, вот в бактрекинговой системе мы будем заводить тикеты, если вы будете взаимодействовать с разработчиком или с менеджером проекта, сохраняйте это все в рамках одного вот этого тикета, где у вас идет обсуждение, потому что иначе вы рискуете получить ситуацию, когда был поставлен вами дефект, потом вы в коридоре где-то там в курилке или за чашечкой кофе пообщались с менеджером, менеджер сказал, да, это не баг, это фича, давай закроем. Вы его без комментария закрываете или говорите там дядя Вася, который менеджер проекта на тот момент сказал, что это не баг, а фича, закрываем. Потом выходит релиз и на продакшене кто-то из генерального руководства впирается в ваш дефект, который вы нашли, но закрыли как фичу и говорит, ай-яй-яй, какие тестировщики плохие, пропустили баг. Если баг не будет содержать в себе историю того, что с ним происходило, это очень печально скажется на вашей судьбе. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с таким, когда я испытывал не самые положительные эмоции из-за того, что не сохранил историю рядом с дефектом и наоборот несколько раз меня трекер выручал, когда на собственном опыте, на собственных граблях научился это делать. Ну и чтобы собирать метрики, это архиважный момент с точки зрения того, что когда вы начнете заниматься обеспечением качества и контролем качества на широкую ногу, вам рано или поздно потребуются различные метрики. О них мы еще будем подробнее разговаривать в заключительных лекциях нашего курса. Ну, в двух словах, например, узнать о том, сколько было дефектов найдено в рамках данного релиза, сколько было исправлено. Если вы не документируете дефекты, то вы никоим образом это не узнаете. И будет такое. Ну, вот мы тестировали в течение двух недель, было очень много багов, а на прошлой итерации, на прошлом релизе. А на прошлом было очень-очень много. Все-таки, если документировать дефекты, то будут конкретные числа. Поэтому есть простые правила оформления. Если коротко, то архиважное правило один дефект, один репорт. Ошибка любого начинающего тестировщика это попытка в один репорт занести десяток багов. Что, вот, я начал тестировать форму регистрации и нашел вот такой баг, а еще вот такой баг, а еще вот такой баг. Это все в рамках одного какого-то пункта, который передается разработчику. К чему это приводит? Когда дефекты группируются, может статься так, что часть дефектов, например, будет исправлена, часть дефектов, как я уже сказал, может быть перенесена на следующий релиз. Какая-то часть вообще не будет исправляться. Какая-то часть будет правиться на, предположим, на клиентской стороне, а какая-то часть на серверной стороне. Если вы будете в один репорт, в одно сообщение о дефекте записывать десяток, а то и более дефектов, это приведет к очень плачевным ситуациям, когда история переписки по этому дефекту будет представлять из себя войну и мир в кратком содержании. То есть вы открываете комментарии и читаете пункт 1, 2, 3, 4 исправлено, 5, 6 не могу воспроизвести, 7, 8 мини-баг, 9, 10 исправим в следующем релизе. Дальше еще комментарий, тестировщик пишет 1, 2 исправлено, 5, 6 вот, чтобы воспроизвелось вот так, 9 требую, чтобы исправили, это будет просто катастрофически нереальное для понимания зрелище, которое как раз в том числе не позволит собирать те самые метрики, потому что вы не сможете посчитать, у вас будет два бага, а внутри открываете в каждом по 40 и только ручным разбором сможете это сделать. У тикета должно быть говорящее название. По названию менеджер проекта или разработчик сможет быстро определить, насколько это критичный дефект, в какую сторону смотреть, то есть это по сути как не знаю, оглавление, название книги. Представьте себе, вы приходите в книжный магазин и вместо названий книг видите книга о войне, книга о войне 2, книга о войне 3, книга о любви, книга о любви 2, 3 и так далее. название должно быть говорящим, оно должно рассказывать всем заинтересованным лицам и вам в том числе, что же скрывается под этим багом. Очень хорошо я это прочувствовал на собственной шкуре, когда поработав достаточно приличное время, года 3, наверное, 4, тестировщиком, ведущим тестировщиком, я стал работать менеджером проекта и увидел на себе список из порядка полутысячи дефектов. Половина из них была оформлена самым что ни на есть безобразным образом, то есть по названию я не мог понять, это критичный дефект или не критичный дефект, что в нем происходит. То есть дефекты выглядели в духе Internet Explorer 8 ошибка авторизации, в Firefox не удается зарегистрироваться, ну и подобного рода дефекта, то есть по названию этого дефекта я не мог понять, он как бы актуальный, неактуальный, что нужно сделать для него, то есть для того, чтобы разобраться, что это за дефект, мне приходилось каждый из этих 500 дефектов открывать, вчитываться в описание, а нередко еще и описание было непонятным, то есть третий момент, понятное описание представляло из себя просто кашу и поток сознания. Мы, когда перейдем к практической части, попробуем посмотреть на ваш поток сознания, связанный с тем, что вы находили дефекты в своих продуктах и посмотрим, каким образом вам удавалось их задокументировать, достаточно ли доступно это происходило или нет. Собственно, детальнее. оформление ошибок названия исторически я не знаю, повелось так, что максимально комфортным шаблоном для оформления дефектов, для оформления названия является приблизительно вот следующий алгоритм, это локатор, действия для проявления, проявления и ожидаемый результат. То есть, иными словами, описав название подобным образом, вы сможете ответить на вопросы, где я находился в тот момент, когда обнаружил дефект, что я делал для того, чтобы у меня произошел дефект, что у меня получилось и что я ожидал. Но это такая универсальная формула, которая, в принципе, если вы постараетесь ответить в названии на все четыре вопроса, вы опишите дефект максимально подробным образом. То есть, интернет-эксплорер 8 при попытке ввода логина, даже так, интернет-эксплорер 8, авторизация при попытке ввода логина кириллицей получил неизвестную ошибку вместо успешной авторизации. Все. Название дефекта полностью передает его суть. Вы четко понимаете, что дефект, если указан интернет-эксплорер 8, он характерен только для этого браузера, вы сразу понимаете, что находитесь в форме авторизации, что вы делали, какой результат хотели получить и, собственно, что получили на самом деле. Описание, в принципе, то же самое, только еще более детально, потому что туда уже будет заходить разработчик в попытках четко воспроизвести дефект, если у него не получилось этого сделать из названия, а 8 из 10 у него не получится, но он хотя бы сможет залезть в этот дефект, осознанно увидев название, осознав, что это важная ошибка. Дальше, что бы ему хотелось увидеть? Первый пункт это предусловие для воспроизведения, то есть в дефекте необходимо указать, в каких условиях, в каких состояниях вы находились и находилось ваше программное обеспечение в первую очередь, то есть не нужно указывать, что я после пятничной пьянки пришел с утра на работу и значит у меня дефект тут. Некоторые кнопки раздваиваются. То есть вы указываете в качестве предусловий состояние системы. Предположим, абсолютно чистая база, если видите, что это влияет, очень важный момент, это влияет на поведение системы, то есть если вы понимаете, что предположим, баг воспроизводится у вас во всех браузерах, не нужно в каждом баге писать все браузеры, тра-та-та, тра-та-та, то есть там дефект и так далее. Если вы видите браузерную зависимость или зависимость, например, от операционной системы, или зависимость от наполненности базы, или там от количества писем в ящике, если вы тестируете почту, например, или от состояния вы авторизованы или не авторизованы, если зависимость от этого есть, указывайте ее в предусловиях. Дальше следующим моментом важным это указать непосредственно последовательность действий для воспроизведения. Перешел в форму 1, ввел значение такое-то, нажал на кнопку такую-то, перешел на форму 2, на форму 3, дальше указывайте фактический результат, что вы получили, то есть то, что по сути является сутью дефекта. Указывайте, что там получил ошибку 500 или получил ошибку там 403, 404, еще что-то, то есть то, что по факту вы видели в поведении программного обеспечения. И обязательно указывайте ожидаемый результат, то есть в соответствии с требованиями или в соответствии с макетом или я ожидал, а вы настолько авторитетны, что можете утверждать, что я ожидал, что здесь будет совсем иное поведение, а не то, которое показывало мне программное обеспечение. Указывайте ожидаемый результат. Если ожидаемый результат вы однозначно трактовать не можете, ну, предположим, у вас есть сомнение, что программное обеспечение себя таким образом, как ведет, вести не должно. Вы не знаете, как на самом деле. То есть видите, что явно неправильно себя ведет, но аргументированно ответить, как оно должно, не можете, тогда заходите в так называемых продукт-оуноров или project-менеджеров, или аналитиков, то есть компетентных людей, которые смогут помочь вам и сказать, что программное обеспечение на самом деле должно вести себя вот так. То есть это достаточно распространенный кейс, потому что тестировщик, несмотря на то, что знает продукт зачастую лучше, чем кто бы то ни было в компании, ну, не на все вопросы может однозначно ответить, что программное обеспечение должно работать вот так, а не иначе. Прибегайте к помощи. Важно, чтобы все эти четыре пункта содержались в дефекте. Эти четыре пункта позволят и вам самим, и вашим коллегам, разработчикам или тестировщикам, которые будут перепроверять дефект за вас, менеджеру проекта, менеджеру по тестированию, любому лицу в компании четко воспроизвести дефект. Если, например, он пришел уже исправленный, то вы четко можете убедиться, что фактически результат отсутствует, ожидаемый результат наличествует. То есть четко произвести верификацию. Если какого-то из этих пунктов не будет, то, я думаю, вы сами себе представите, можете представить, во что это выльется. Давайте представим, что второго пункта нет, оформление ошибки будет выглядеть. Значит, если я авторизован, у меня не работает поиск, а должен работать. А непосредственных действий, что мы там вбивали какие-то значения, еще что-то, не будет. Или наоборот, там, я не знаю, предположим, у нас, если я авторизован, перехожу в форму 1, кликаю, получаю ошибку, какую-то там, я не знаю, непонятную. А ожидаемого результата нет. Предположим, вы не пообщались с менеджером проекта или сами не удосужились написать ожидаемый результат, что должна была выдаваться там ошибка номер такая-то, смотрите спецификацию, пункт такой-то, что там, например, все виды ошибок были перечислены. Поэтому все эти 4 пункта должны содержаться в описании дефекта. Кроме этого, в дефектах важно вставлять различного рода дополнительную информацию, так называемые артефакты тестирования в некотором роде. Вы можете указывать окружение и условия воспроизведения, можете вставлять скриншоты, видео, ссылочки на стрим. Вот, посмотрите, вот здесь стрим, прям вот он ведет в режиме реального времени, показывает дефект, я ничего не делал. Очень часто мы пользуемся там каким-то TeamViewer, например, даем возможность разработчику подконнектиться к компьютеру-тестировщику, чтобы разработчик в режиме реального времени мог отловить какой-нибудь сложный специфический баг, который, ну, простыми способами, к сожалению, не удается воспроизвести. Также можете прикладывать различного рода логи, ну и прочие артефакты, там, я не знаю, файлик. Нередко бывает, что, например, там, я не знаю, если приложение у вас там мобильное, например, или десктопное, крэшится, то разработчики для отладки делают некий файлик, куда записывают квинтэссенцию того, что было сделано до момента крэша. Эту архиважную информацию чаще всего также требуется для отладки и локализации дефекта разработчикам. То есть вы делали какую-то последовательность действий, у вас приложение упало, вы составляете багрепорт, где пишите, что вы делали, как вы делали, зачем, и прикладываете там, ну, скриншот. Вряд ли там вам потребуется показать, но вы не успеете заскриншотить падение программы. А вот в качестве артефакта приложить вот этот файлик, который сохраняет себе данные по поводу крэша, почему бы нет? Ну и различного рода атрибуты ошибок, то есть в разных компаниях, может быть, разная организация касательно багрепортинга, ну, общие какие-то моменты есть, типа важности, компоненты, приоритеты, дефекты. То есть когда вы создаете багрепорт, вы указали название, вы написали, что вы делали, как вы делали, какой результат вы получили, какой вы ожидали получить, приложили там 2-3 скриншота, приложили какие-то логи, и выставили еще дополнительные атрибуты в соответствии с регламентами, что там ошибка важная по компоненте такой-то, и там приоритета энного. Вот. Эти все вещи крайне востребованы, потому что по ним, опять же, можно производить различного рода сбор метрик, поиск дефектов, то есть у вас, предположим, в релизе есть 4 фичи по компоненте 1, и 2 фичи по компоненте 2. И вам, как менеджеру по тестированию, или менеджеру проекта, или, там, не знаю, техническому директору, хочется узнать, как коррелируется количество найденных дефектов и количество произведенных тестов с фичами, которые были реализованы в данном релизе. То есть если вы увидите, предположим, что у вас 4 фичи, и на них дефектов меньше, чем на, ну, по компоненте 1, и на них дефектов меньше, чем по двум фичам компоненты 2, то это, как минимум, резонный вопрос, резонный повод задаться вопросом, а почему так произошло? Эти две фичи были огромными, там, у них не было каких-то внутренних процедур контроля качества, может быть, там, не знаю, неопытный разработчик их писал. То есть каким-то образом вы будете рефлексировать на эту ситуацию. Если этих атрибутов не будет, то, собственно, и ошибки у вас будут просто идти полотном, по которому нельзя будет определить, насколько это важные ошибки были, имелось ли отношение у них к той или иной компоненте программного обеспечения и так далее. Вопросы?